На самом деле многие из нас будут потом вспоминать этот год с благодарностью, потому что нам сейчас кажется, что вот это все плохо, мы никуда не можем поехать и так далее. Потом окажется, что у нас было столько времени для себя, сколько, возможно, не будет уже никогда. Ну, по крайней мере, пока ведем активную жизнь, там не ушли в монастырь, не сели в пещере, где-нибудь там в старости. А что важно здесь, я смотрю вот, ну, по вам, ну, в целом, по людям, в частности, которые занимаются метафизикой, это сейчас какая-то, особенно в декабре, очень пассивная позиция. И это во многом самоубийственно, то есть вот эта позиция пассивная, то есть когда люди не про активную позицию, перестают что-либо делать, а просто все впадают в спячку, но, ребята, мы не медведи в этом разнице. То есть мы, во-первых, социальные зверьки, должны осуществлять свои мечты и хотя бы вот, как сегодня сказали, маленькими шажками двигаться к своей мечте каждый день. Вот я сейчас смотрю, многие вещи, которые я делаю, абсолютно, их результат ноль. То есть эффективность этого примерно равна нулю. Вот, но все равно их нужно продолжать делать. Во-первых, есть долгосрочные последствия того, что ты делаешь сейчас. Во-вторых, ну, как бы, это, знаете, как автомобиль. Он, если не ездит, он ржавеет. Я рассказывал историю недавно, как я, наверное, 9 месяцев или 8 месяцев, может, один раз я выехал, я не помню, честно, может, ни разу. После этого, во-первых, я его не завел, потому что аккумулятор сел. Потом мне пришлось поменять аккумулятор, но когда я его завел и приехал на СТО, надо же пройти техобслуживание, несмотря на то, что там за год был пробег 5000 километров. Вот, но год-то прошел, нужно масло менять и так далее. Они поменяли часть ходовой, поменяли тормозные эти диски, потому что они проржавели. Ну, за компанию поменяли тормозные колодки. Ну, потом я еще с глушителем начал возить, что он прогнил. Потом, в общем, то есть я потратил где-то полторы тысячи долларов за то, что я не ездил. И периодически эту машину, по-хорошему, нужно было выгуливать. Несмотря на то, что некуда ее выгуливать, ну, в смысле, незачем, нет. Это, ну, как бы бессмысленно, только бензин наезжать. Вот, точно так же здесь, в этой ситуации нужно прокачивать свое кунг-фу. Кунг-фу, даже если, допустим, кто-то оказался в ситуации, у вас нет клиентов в каком-то бизнесе, заказчиков. Окей, делайте это бесплатно. Делайте это одному человеку вместо того, чтобы делать десяти. Ну, потому что, ну, пианист должен играть. Даже если у тебя нет аудитории, играй собаки, ну, птичками, я не знаю. Есть ребята, которые занимают проактивную позицию, они делают какие-то вещи, и у них все, на самом деле, замечательно. Странно, но замечательно. То есть это как будто бы ты адаптируешься жить на другой планете. Ну, это тоже окей. Важно не впадать в спячку. И где-то весной я слышал от Дана Салова на такую мысль интересную. То самое ценное, что у нас есть, и трагедия, если мы теряем, это даже не деньги. И даже не абстрактное время, которое на самом деле непонятно, сколько у нас. Может, у тебя там в небесных скрижалях написано, что я не договорю эту фразу до конца. А мы это не понимаем, на самом деле, сколько у нас времени. Самое ценное – это будущее. То есть если мы теряем будущее, ну, как по богине девяти небес, то есть если у нас исчезает видение нашего будущего, тогда большая проблема. И те сейчас люди окей, которые планируют будущее, инвестируют будущее, там берут кредиты, покупают новые машины, делают ремонт, еще что-то такое, начинают что-то двигаться. И ты понимаешь, есть такая штука, как это назвать, даже не знаю, как это назвать, но вещи, которые неиспользованные активы, это можно назвать. То есть курсы, которые ты наполовину создал, но никогда не закончил. Соответственно, ты их не провел, соответственно, не заработал деньги, хотя потратил время и ресурсы, еще твоя команда над ним работала. Это курсы, которые ты изучал, но не доизучал. Это недвижка, которая у тебя есть, но ты с ней ни хрена не сделал, ни ремонт не сделал, ни сдал, ни продал, ни сам не используешь. Вот, и то есть получается, ты идешь вперед, знаете, как с наполеоновской армией, в чем проблема была, когда они шли на Москву. Проблема была в отставании обозов. То есть армия-то ушла, но все тылы, все продовольствие и так далее осталось далеко позади. И мне кажется, последние годы многие из нас, наверное, но я уж точно жил таким образом. Вот, и если ты, у тебя есть время медленно возвращаться назад и посмотреть на те фуры с продовольствием, которые ты там позабывал на дорогах, на ту технику, цистерны с горючкой, какие-то связи, людей, которые просили у тебя консультации, которым ты никогда не перезвонил, люди, которые приглашали тебя на коньяк, которыми ты на какой коньяк никогда не съездил. Вот, а потом консультации, которые ты обещал, но так и не сделал. И не потому, что ты не хотел, но потому, что ты в этой точке мира бывал несколько дней в году. То ты не мог, то клиент не мог. Вот, а теперь у вас есть время и сделать эту консультацию, и посмотреть еще несколько его объектов. Спасибо.